я просто не понимаю тоже мне кажется все таки в конечном итоге будет больше вот это вот консистенция андрей едуардович а а как тебе такие формы вот ну какие вот которые в воду зашли а наш сам главный человек был хороший друзья всем привет мы снова с вами и сейчас у нас будет не совсем рецепт а больше как идея друзья мы хотим вам напомнить про замечательные начало сезона томатов и сейчас мы из него приготовим карпаччо то есть мы нарежем свежие томаты и такой разнообразие нашей повседневной домашней кулинарии там за исключением да конечно нашего постоянного гости этот овощной салат вот сейчас например а будет тоже самое но красиво как в ресторане смотрите мы возьмем сразу несколько видов томата то есть мы возьмем красный розовый точнее томат возьмем черный желтый и возьмем еще несколько размеров мы возьмем томаты черри все это мы сейчас вместе объединим и нарежем чаще всего мы привыкли что вот цвет томаты для нас должен быть розовый и это к сожалению не совсем так и кто выращивает томаты отзовитесь может выращивали вы разные цвета томатов это было бы интересно послушать людей которые являются так скажем потребителями до рынка томатоводами до потребителями рынка но свое время они же у вас же есть свой сад в котором вы возможно это проделывать идея незамысловато то есть мы нарезаем томат такими вот разными кусочками выкладывая его сразу на тарелку в шахматном порядке разно по разным да то есть сейчас мы взяли розовый сейчас мы возьмем с вами желтый томат хотя как желтый томаты получается это все селекция все путем селекции это с чем же они томатка скрестили что он желтым стал стыкой стыд и ну да вот что-то такое нам с хурмой у меня любишь учитель напоминает форму ну да цвет такой очень и внутренности как бы тоже очень таки дальше мы берем с вами черный томат а с чем же они это скрестили с картошкой что это так черный они скрестили с углем с углем да так также возьмем с вами еще один вид розового но уже с зеленой косточкой всеми нами так любимый узбекский томат такой лига нации получается да все это укладываем вместе это как минимум просто психологически нас радует когда мы видим палитру цветов на одной тарелке это первое второе это еще добавка всему вкусно дальше томаты черри мы с вами тоже нарежем они у нас будут выполнять роль другой формы более маленького размера так заполняем все наше пространство тарелки маленькими маленькими большими вы можете сейчас помогу да не здесь просто наблюдать просто наблюдай да все мы сейчас все заполнили так пока вот и часть томатов мы убираем в сторону дальше мы естественно приготовим на всю большую нашу семью а пока сейчас мы с вами соберем импровизированная карпаччо из томатов очень важно не пропускать сезонность в принципе сезон такая штука он очень быстрый и порой мы даже не успеваем им насытиться вкусом ягод овощей поэтому нужно обращать внимание на то что происходит зеленый лук мы подготовим с вами также мы с вами подготовим кинзу и даже сейчас в твоя любимая дочка дочка кинза даже обратить внимание мы заходили на рынок и какой там аромат стоял кинзы в отличие от того что вы не можете чувствовать это зимой сейчас сезон трав сезон сладких томатов это все натуральное все натуральное все это объединять воедино в своем во вкусе это просто фантастика а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И добавим цедры лайма. То есть разные томаты, разные вкусы томатов у вас в одной тарелке. Все это связывается с цедрой лайма. И плюс ко всему это связывается с нейрофильным маслом. Вопрос к вам теперь, друзья. Расскажите, что из такого простого, но красочного готовите вы. И готовили вы раньше карпаччо. И знали ли вы, что карпаччо, это не только говядина, нарезанная тонко на слайсере. А это, в принципе, форма нарезки. То есть такой пласт и уложен в один и более слоев. Будьте аккуратны, может полететь у вас уголь. Ну, вы знаете, это вообще-то общественное место. Нет, безусловно. Я вам предупреждаю, просто будьте аккуратны, может полететь уголь. Вы должны быть аккуратны, чтобы уголь не было. К сожалению, это общественное место, как вы говорите. Поэтому может случайно в общественном месте полететь уголь. Так что будьте осторожны. Не конфликтуешь же ты с женщинами? Нет, я с ним вообще не общаюсь. А, ну вот. Ну-ка, попробуем, ребята. Карпаччо. Десятисекундное. Десятисекундное, да. Масло-то удалось. Масло-то удалось. Конечно, это вот все, условно говоря, кубанский вкус. На Кубане еще томатов много выращивают. Правда, не цветных. У вас есть, особенно в Москве, есть ярмарки. Ярмарка выходного дня. У меня также есть, я думаю, в любом городе. И часто очень фермеры продают как раз-таки разноцветные томаты. Если вы не выращиваете дома, это, конечно, плохо. Ну, если нет возможности. Ну, дома где-то. Ну, дома вы уже выращиваете. Да, на 14-м этаже, там. С выходом на МКАД. Да. Вот. Но вы всегда можете купить это у фермеров. Сейчас это все более и более популярно. Тем более рестораны тоже поднимают спрос на данную продукцию. Поэтому просто четко, ясно, понятно и, главное, вкусно. Да. Друзья, экспериментируйте. Будьте всегда такими веселыми, цветными, как наша Карпаччо. А мы вам желаем здоровья. И ждем ваши комментарии по поводу помидорок и ваших интересных, но простых блюд. Да. Смотрите, Кубаночка 2. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте там вот такую штуку или такую. Это вам решать. Но. Лучше так вот. Мы вас ждем всегда здесь. И не только я, а много разных шефов. Это такая прям творческая платформа, в которой мы все рассказываем и делимся с вами нашим опытом. И нашими идеями. И, возможно, даже не только идеями, а уже какими-то прожитыми блюдами. До новых встреч, друзья. Всем вкусной еды. И пока. Счастья вам, женщина. Женщина? Женщины. Счастья вам, женщина. Счастья вам, женщина. Молодец, снято. Счастья вам, женщина. 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 Субтитры сделал DimaTorzok